Так, как Павел не сказал, я представляю Московский государственный университет путей сообщения и являюсь заведующим кафедрой электропоезда и локомотивов. Мы с компанией Крок познакомились уже достаточно давно, если не помню, в 2013 году. По всей видимости, еще даже до того, как было заключено партнерское соглашение с EonReality. То есть я участвовал в свое время в демонстрационной поездке, организованной Кроком, и посещал демо-центр решений EonReality в Великобритании, в городе Манчестер. С того момента и возникло такое острое желание перенести эту уникальную, интереснейшую технологию на нашу почву. Надо сказать, что за это время, с 2013 года, достаточно успешно этот проект решается. Безусловно, не все всегда проходило гладко, но самая, конечно, большая сложность, так же, как и у коллег, была у нас, по крайней мере, эта закупка-поставка оборудования. Причем буквально драматическая ситуация возникла в связи с тем, что закупка у нас проходилась в результате и оплаты контракта на конец прошлого года, когда вы сами знаете, что творилось с курсом доллара. Поэтому низкий поклон к уроку всем его представителям, что мы с честью, они с честью вышли из сложившейся ситуации. Я ничуть не сомневаюсь, что компания, скорее всего, понесла определенные убытки даже. На поставке этого оборудования, но, тем не менее, контракт был выполнен полностью в срок, за что низкий поклон от нас, ото всех. Поэтому мы теперь, в общем-то, имеем возможность демонстрировать, приводить к себе какие-то выездные мероприятия, организовывать именно по демонстрации этой современной технологии. Ну, в принципе, я, наверное, не то чтобы повторяться, то, что сказали предыдущие доктачки, Алексей Анатольевич, то, что говорил. Цели у нас примерно одни и те же в высшем образовании, повышать качество обучения за счет именно наглядности. У нас, конечно, объекты, так как электропоездные локомотивы, мы занимаемся тяговым подвижным составом железных дорог, то есть электровозами, мотор-вагонным подвижным составом, тепловозами. У нас, конечно, масштабы не энергоблоки, но тоже достаточно большие. И, естественно, мы, так же, как и, в общем-то, все технические УЗы, не имеем возможности, особенно работающие с крупногабаритным оборудованием, предъявить, продемонстрировать все существующие образцы ныне эксплуатируемого оборудования на железных дорогах. Поэтому вот такая глобальная задумка – это создать базу. При помощи которой мы могли бы максимально наших студентов обучить. Особенно, что касается сложных конструкций, сложных конструкций механики, локомотивов, дизельным двигателям. Вот, конечно же, помимо того, что мы собираемся готовить, повышать качество обучения наших студентов, также планируем выходить на внешний рынок с нашими наработками, ну, а именно в планах, перспективах сотрудничества с производителями железнодорожной техники для того, чтобы организовывать такое информационное сопровождение, подготовку сотрудников локомотиво-ремонтных предприятий, эксплуатационных подразделений. При, во-первых, поступлении нового оборудования на железной дороге сейчас достаточно активно меняется. Подвижной состав весь. Активная политика проводится в этом направлении. Ну, и также и подготовка, переподготовка действующих специалистов. Ну, надо сказать, что мы закупили два решения, ну, помимо, собственно, программного обеспечения, которое позволяет разрабатывать интерактивный контент. У нас два комплекта стоит. Первый – iCatcher, мобильный комплект, в частности, для выездных таких презентаций, ну, и использования в учебном процессе, и второй – оборудовали учебный класс с стационарным комплектом, проекционным на экран. То есть рабочая станция, комплект программного обеспечения и 3D-проектор с комплектом очков интерактивных. Вот, наши сотрудники, наша, собственно, одна сотрудница, наш преподаватель сейчас проходит обучение в школе 3D-решение, куда она, я ничуть не сомневаюсь, попала по итогам конкурса. Вот, и реализует проект по разработке модели тепловоза, современного тепловоза, который сейчас поставляется на российской железной дороге. Вот, я так понимаю, как раз результат моделирования модель уже представлена на слайдике 2T25. Видите, есть тепловоз с синхронными тягами двигателями. Это достаточно для российской железной дороги на мировом уровне. Это перспективная технология. Вот, ну, на этой модели предполагается визуализация этапов ремонта тепловоза, то есть разборка-сборка основного оборудования. Вот, и отработка действий обслуживающего персонала в интерактивном режиме. То есть, это, собственно, как и говорится, чтобы знал, куда подойти, какой ключ взять, что повернуть, с каким моментом открутить-загрузить, чтобы соблюсти технологию ремонта. Действительно позволяет эта система визуализации, на самом деле, как уже отмечалось, достаточно эффективно разрабатывать технологические карты. То есть, визуально, а не текстовая, а вот именно с визуализацией последовательности действий. Что в нынешних условиях достаточно актуально и перспективно, на самом деле, является, когда эксплуатируется очень много в одних предприятиях совершенно различных типов подвижного состава. И в определенных случаях возникают просто сложности с соблюдением технологии ремонта. Я думаю, что вот эта технология, она позволит повысить, по крайней мере, качество эксплуатации и ремонта подвижного состава. Ну а так, конечно же, мы планируем и дальше развиваться, в первую очередь, конечно, по разработке контента, до оборудования аудитории и выходом на внешний рынок, не только для того, чтобы использовать в образовательном процессе, но также и, конечно же, работать с внешними заказчиками. В основном с российскими железными дорогами, хотя не исключая возможность, так как контакты установлены со многими предприятиями, не только с железными дорогами, а практически с любыми промышленными предприятиями. Главное – это разработка контента, и в данном случае главное будет получить, скажем так, исходные материалы для разработки контента, то есть конструкторскую рабочую документацию, чтобы нормальные модели полноценно создавать. Спасибо. Да. Ну вот мы сейчас разрабатываем первый комплект, мы тоже купили в конце декабря, к нам пришло. об внедрении желудоких в вашей технологии, в учебный процесс. Ну вот вы практически видите первые вузы, которые начинают внедрять, и процесс длительный достаточно. На студентах еще не обкатывали. А вы планируете это в рамках бакалавриата внутри? Специалитета и повышения коллектива. У нас специалитет. У нас специалитет. Паша, у меня предложение трудно будет. Готовы. Ну, в принципе, можно и бакалавриат, можно и магистратура. Это же, в общем, не принципиально. У нас машиностроительная специальность, такая техническая. Понимаете, нам... Мы, как бы, по идее, вот, среди того, что Павел показывал, президент, не только Павел, оно имеет большие преимущества этой технологии. Мы не можем притащить... У нас стоит лаборатория... У нас, допустим, стоит секция электровоза, у нас стоит дизель, у нас даже три дизеля стоит в лабораториях от тепловозов. Может быть, тепловозы можно притащить, но все модификации... У нас много помещений, но мы не можем притащить современные образцы техники. Конечно, мы не можем притащить современные, конечно же. Они меняются, они постоянно меняются, постоянно идет совершенствование. Конечно, наша техника, она достаточно долго находилась в таком достаточно замороженном состоянии. То есть не менялись глобально конструкции, но сейчас процесс двинулся, и мы знаем, что оно есть, но мы не можем показать наглядно, красиво это нашим студентам. У нас есть чертежи, которые мы каким-то нелегальным образом раздобыли, потому что сейчас обладатели документации сидят над ними, как царь Кощей над золотым. Но если мы каким-то образом начнем сотрудничать с производителями, когда мы получим доступ к тем же самым чертежам и документации, тогда мы сможем делать модели, и тогда мы сможем готовить студентов нормально. Виртуальные музеи в том числе, да. Я хотел добавить, что есть еще одна проблема в макетах. Вот, к примеру, когда у вас есть макет какого-то огромного объекта, ну, к примеру, он у вас уже стоит, да, прошло какое-то время, появился новый, ну, новый экземпляр, да, новая модификация. Это означает, что вам нужно его поменять. Зачастую вузам это может предоставлено быть бесплатно. Но вот поменять никто на себя уже затраты не возьмет, чтобы его вывести, утилизировать и так далее. Это тоже дополнительные затраты, которые могут на вас лечь. А если мы говорим о виртуальном макете, а представьте выставка, представьте филиал, если мы говорим о виртуальном макете, вы его взяли, упаковали мобильный комплект, привезли на любую площадку и показали, как это устроено, как это работает. Один макет, два, десять, сто, сколько угодно, сколько позволит пространство, да, в принципе, это не так уж и много. И вот Олег Евгеньевич сказал достаточно важную вещь. Если есть исходные данные в виде кат-чертежей, это решает массу проблем, потому что, в принципе, имея готовую кат-модель, хорошую, времени на то, чтобы экспортировать и создать интерактивный тренинг, уходит очень мало. Основная часть времени идет на создание кат-модели. А зачастую, как правило, есть, допустим, проектные институты, которые разрабатывают что-то, у них уже эти кат-модели есть. Тогда времени на то, чтобы это взять и засунуть в какую-то систему виртуальной реальности, ну, это два-три дня реально. Вот мы брали готовые там двигатели, два-три дня, и он вот в кубе. Еще один день, и он там вот на проекции. Еще один день, и он в мобильном телефоне у меня. То есть, основное время все-таки уходит на создание 3D-моделей, на текстурирование и так далее. А программирование за счет того, что в Yon Reality в продукте очень много уже готовых инструментов, и вот эти вот все системы, они уже как шаблоны. То есть, мы практически помещаем как шаблоны, и она там уже работает. Мы не тратим на это время дополнительное, как, к примеру, в других платформах надо разрабатывать. Да, если вопросов больше нет, я предлагаю перейти к интересному. Да, слушай. Ну, наверное, к нам, конечно, центр 3D-прототипирования. Это очень сильно сказано, это, наверное, более корректно было бы сказать, центр 3D-моделирования. То есть, мы вот так вот прототипированием, у нас другие структуры занимаются. Вот именно прототипированием. А мы уже. Спасибо.